Уважаемые подписчики, в социальных сетях интернет, я только что вот побыла в швейцарском посольстве ни в Москве, ни в России. Вы знаете, я хочу с вами поделиться такими новостями. В общем, я обращаюсь, прежде всего, конечно же, к женщинам-мусульманкам России, у которых достойные мужья, которые под проституток вот этих вот наложниц, шмар еврейских не лягут. Я вам сейчас такое расскажу. Вы не представляете, мне было интересно понять. У меня просто в Европе везде, как у хозяйки Российской империи настоящей короны, есть возможности. Я начала искать, как сделать так, чтобы наш русский народ, не россиянский, не пьяницы, вот эти алкаши, где, вы видите, в Российской Федерации сидят иудеи и евреи, в иудейской Украине иудеи и евреи, друг другу бомбят и рассказывают, русские напали, украинцы, на самом деле, вы видите, балаган это, да? То есть, вы видите, в Украине уже 10 лет нет в управлении украинцев, а у нас в Российской Федерации, ну, видите, Шойгу, Картавый от еврейской этой банды экстремисток, вы понимаете, с ним только можно проиграть и украсть, больше ничего там нельзя, это не военные, это не профессионалы и так далее. Поэтому вы видите, что и Белоусов прыгает там, крутится, но Белоусов это просто отнимает время, он там какие-то арестовывает каких-то генералов, кого он там может арестовать, сидя в анклаве иудейском, понимаете? Поэтому нужно это все видеть. Вот я начала собирать достоверную полную информацию, почему? Потому что, понимаете, когда показали у нас в Российской Федерации на каналах, что в Финляндии какая-то авария, мы стали звонить, ну, мои близкие родственники позвонили в Финляндии, оказалось, что никакой аварии нет, все придумано. А вы знаете, кто у нас занимается информацией Российской Федерации? У нас главный вице Кукуева, это Кабаева, да? То есть вы знаете, там, она у нас великая журналистка, она у нас великий юрист, адвокат, она у нас вообще такая супер, прям Узбекистан, там Татарстанц идет и пахнет. Вот представьте, что я узнала в Швейцарском посольстве, я просто делюсь, женщины-мусульманки с вами. Вы понимаете, почему мы сегодня внутри России не можем поехать в Европу напрямую? Ну, мы можем поехать через Баку, это Алиев, да? Через Турцию, Эрдоган, ну, и остальные все вот эти, то есть нас, живущих в России, русских собственников земли, вы помните, кто входил с землями в Российскую империю, это неудеи, нас заставляют ехать в Европу, платить деньги через Восток. Только знаете почему? Оказывается, оказывается, Эрдоган, Алиев, Кадыров, ну и другие восточные вот эти вот мужичонки, для меня лично, что я узнала в посольстве, они признали Кабаеву, еврейскую шмару, которую управляет Винар, еврейка, своей царицей, да еще с наследником Дауна. Она в Швейцарии рожала, у нее нет своего дома полной ЧАШ, у нее нет врачей, она не может на земле дедов-прадедов реализоваться, она приехала в Россию, какая-то наложница, с ней приехал весь этот Кагал, они ее признали царицей, представляете, с Дауном, а она на семь, то есть на семь поколений, она, ее сестры там, все уже в Швейцарии внесены в черные списки, на них нельзя жениться. И вот, вот эти вот мусульманские, которые Коран читают, женщина там у них, значит, страшна математик, они все признали Кабаеву, шмару, еврейские вот это вот, ну то есть по сути дела это еврейская проститутка иудеев, а вы знаете, что все раввины, они проходят посвящение через Педерастею. То есть, представляете, вот эти вот все восточные, они признали Кабаеву, ну, вы видели, кто это такая, она же сходила там и так далее, родила Дауна, они признали нас, следником этого Дауна, он будет ими управлять. Вы можете себе представить? И самое главное, то есть они сейчас только через восточные страны выпускают нас туда, в Европу, вы понимаете, что они признали, что Кабаева их царица, наследник у них какой-то там Иван безродный, понимаете, не русский, естественно, Даун, для них всех Даун для них. И вот эти лидеры представляют восточные народы, ну, все, кто, через какие страны вы можете выехать, и самое интересное, самое интересное, чтобы вы знали, то есть вы понимаете, что преклонившись перед Кабаевой наложницы, они преклонились перед Педерастами, Равинатами, потому что Кабаев управляет винами. Вы понимаете, какое позорище, и весь мир это знает. Вы понимаете, я вообще в шоке, я вот бурлю, я не могу два часа собраться, думаю, боже мой, а народ-то и не знает, что оказывается, вот видите, тоже меня ждут, в шоке от них. То есть я очень благодарна, что я попала в швейцарское посольство, да, я не могла попасть, но я все поняла, дорогие мои, я задаю вопрос. Я, Слава Ленина, русская, мои деды и прадеды правили Россией, у меня родословное висит, открываете документы в сканах, и вы представляете? То есть я должна поехать, у меня семья, а самое страшное преступление это ограничение непосредственных передвижений, если вас разделяют семью, а у меня семья есть и в Европе, и в других странах мира. Я не могу поехать в Европу только потому, что я должна пристегнуть, поехать на восток, где правят эти правители, прогнувшиеся перед еврейской проституткой, понимаете, который сын, да, у нас, потому что, вы понимаете, больная битая, так они еще и преклонились перед Кабаевой, соответственно, которая посвящена еврении, Винар, перед пидорасами, Равинатом, у них посвящение пидорасное, и они говорят, что они чтут Коран, и они говорят о том, что они, знаешь, такой Аллах, вы понимаете, кто, я не говорю, все народы, это не касается изербайджанского народа, там есть достойные роды, я их знаю, там есть прекрасные чеченские роды, вот с Виной общалась, есть прекрасные еврейские семьи, но вот эти три рода, вы понимаете, что они преклонились-то, а? Поэтому вопрос, Владимир Иванович Путин, который сидит за границей, там правят, он же рассказывал, я, Владимир Иванович Путин, должен выдать замуж, ну, выдал замуж, Владимир Иванович Путин, расскажите нам роду, вы выдали замуж, вы женаты на Кабаевой, ваш сын Иван Даун, это вообще, ребята, я не согласна, я заявила, что, ребята, вот этот балаган еврейский, иудейский, сказки вот эти вот, пошли вон отсюда, открыли границу, понимаете, безобразие, народ, вы понимаете, такой Кадыров, Алиев, Эрдоган и все вот эти мужичонки, которые сегодня через свои страны решили нас выпускать, они нам видели, они заработают бабло на нас, а вот эти сидящие в Европе, иудеи, договорились, что россиян, а я не россиянка, я русская, и паспорт Российской Федерации, чтобы вы знали, это письменные доказательства долгов по продаже ренты, которую не получала моя семья, за продажу природных ресурсов, за которые бывали мои деды и прадеды, и вы знаете, что капитан Веслобоков, это герой первой мировой войны, которого отразили в документах Советского Союза, корабль назвали, а он совершал подвиги, вы понимаете, вот важно, это не корабль, а фамилия капитализации, и основная Веслобокова, кстати, по морде надавала еврею, банкиру, уголовные преследования, и они сейчас пытаются показать, вы понимаете, мусульмане, позорище какое, весь мир это знает, что ваши лидеры лежат под проституткой еврейской, а она лежит под пидорасами еврейскими, иудеемицкими, и рабинатами, и весь мир это видит, вы понимаете, позорище какое, фу, не смейте подходить ко мне, я-то думала, еще более-менее, позорище какое, люди, народ, вы подумайте, видите, мне, дорогие друзья, меня Кабаева не устраивает, равинат пидорасов меня и устраивает, и у меня в семье пидорасов вот этих нет, и я, дорогие друзья, не собираюсь через Турцию летать куда-то там, поэтому Российская Федерация Иудейская, если Кагал Восточный, который лежит под проституткой еврейской, родившей Дауна, потому что нагуляла болезни, понимаете, принесла в дом, еще Швейцария рожает, чтобы никто не знал, открывайте документы медицинские, адвокаты, открывайте лидеры родов, я вам рассказывала, где посмотреть, посмотрите, что из себя представляют эти семьи, они же не знают даже посмотреть, а я знаю, позорище какое, а, какое позорище для мусульман всего мира, а, ужас, ужас, вот тут такие Кадыровы, семья, а вы думаете, почему в него сын побежал человек, который сжег Коран, разве можно сжигать Коран, а? Это же психиатрия, это больной, человеку лечить надо, он больной, ему психиатрическую экспертизу надо, а его в тюрьму посадили, он Коран жег, ну-ка, подумайте, а сын Кадырова побежал в тюрьму, человек, который за стенками сидит, да бить, вы понимаете, что он не прошел тесты даже на современную цивилизацию, понимаете, и не подходите к ним, потому что до 30-го года, всю вот эту вот иудейскую банду, весь этот Кагал и весь мир над ними, друзья, смеется над ними, понимаете, над их царицей, дауном, дома ничего нет, рожают в Швейцарии ездят, ничего у них нет, понимаете, позорище какое, и они себе еще строят каких-то мужчин, могут мужчины, настоящие мусульмане прогнуться перед еврейской проституткой и перед пидорасом и равенатами, да никогда, посмотрите на них, ужас какой, фу, дорогие мои мусульмане, женщины, отходите, отходите от этих правителей, пусть они в федерации сидят, российские там рулят, у нас другое государство, у нас будет своя армия, у нас будут свои паспорта, у нас будут национальности стоят, а у них будет стоять россиянский, израильтянский, пидорас на вот этот какой-то там проститутский, вы знаете, я вам хочу сказать, я предлагаю обмен, есть официальные бордели в Европе, меняем, меняем этот балаган вот этих вот, на этих, которые там, их больше будет, обмен давайте совершим, я думаю, все согласятся без мир, не надо войны, давайте поменяем их, понимаете, пусть они наслаждаются удовольствием, как говорится, с даунами, и будущее человеческой цивилизации, это что, цари дауны, ну вот давайте, им дауны, а нам русским богатыри, всех благ, дорогие друзья, вот что я узнала о шлитянском посольстве, и нахожусь до сих пор, хочу сказать, в ауте, а я уважала Кадырова, думала Олив, такой серьезный человек, Эрдоган, а теперь я понимаю, почему к ним такое отношение в мире, почему никто не хочет с ними связываться, никто не хочет общаться, из-за стол переговоров, никогда с ними не сядут, они попали в эту авоську вместе с Винар, понимаете, которая превратила спорт в закрытый публичный дом, понимаете, ну, Елена Александровна Мальцева ввела оттуда девочку, сказала, я в этой педофиле участвовать не буду, я теперь ее поддерживаю, вот так, дорогие друзья, почему вы теперь в Европу можете выехать только через Восток, потому что лидеры, оказывается, решили, что они Россию тут будут править какой-то там, понимаете, а сами преклонились, нарушая Коран, нарушая уважение, честь мужскую перед проституткой еврейской и перед пидорасами из Равината, фу, позорище, а не мужчины, вот так, дорогие друзья, вот кто правит вами, отходите, если вы честные и порядочные, это не правители, это бесстыжие, голодные, понимаете, которые зарабатывают деньги на лжи, обмане, и признали Кабаеву, ну, вперед Кабаеву!